Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Ты смотрела последний ролик? Вот, который сбрасывала я тебе. Да. И я, честно говоря, немножко пребываю в шоке, потому что, когда я наблюдаю за людьми, вот со стороны именно наблюдения, Меня иногда очень сильно впечатляет такой момент. Человек, казалось бы, идет в развитие. Он занимается какими-то практиками, ходит на психологические курсы, даже сам начинает что-то преподавать. Знаешь, такой большой-большой бульк в болоте. Бульк, а потом и опять провалился в болото. И опять он возвращается к тому, с чего начинал. И опять он начинает нести чушь. И опять он повторяет. Смотри, ролики вот эти, о котором идет речь. Да, да, да. Вообще, это двух- или трехлетней давности ролик, переписанный один в один, слово в слово. Повторенный наш. Повторенный. Смотри, ты говоришь, Булька, а потом начинает сначала все. На самом деле он-то начинает сначала, но не со своего начала, а с чужого. С чужого начала. Копирование, копирование. Но видишь как, сегодня на рынке, я сама помню, как я была организатором, как я создавала мифодизайн тренерам. То есть, как подходит организатор семинаров и тренингов. Это стандартный подход. Выбирается самое топовое, кликабельное, продаваемое слово. Например, во все века самое дорогое слово было интуиция. Она продавалась дороже всего. За ней там идут сверхспособности, какие-то экстрасенсорные штуки, гипноз и так далее. То есть, выбираются кликабельные слова, и к этому слову добавляется еще что-то. И под это дело делается портрет загадочный персонажа, который будет это преподавать. А сами семинары и тренинги по наполнению, они одинаковые. Человек копирует друг у друга. Где-то услышал что-то, но они говорят, ой, я себе это вставлю, я себе это вставлю. И даже программы семинаров и тренингов формируются на том, что люди стаскивают чужое, перевранное, не самими разработанное, не самими прожитое, не из себя достатое, а взятое где-то скопированное, украденное. И вот это украденное перепродается как свое. Чем отличается инфодайвинг? Что у нас вообще нет чужой психотехнической базы. Вообще нет. Слово вообще. От слова вообще. И более того, люди, которые пытаются повторить инфодайвинг, продвинутые семинары и тренинги повторить не могут. Они даже нашу фразу до конца произнести не могут, потому что где-то теряется суть. Потому что пытаются запомнить. Потому что нет осознания, нет глубины. Повторение, видишь, повторение, копирование, повторение. А нет себя. А нет себя. И тогда человек, получается, каждый раз будет бульк, и снова на одном. И он на одном месте. То есть вот она циклична. Хорошо, когда на одном месте, а когда он проваливается еще глубже, чем был. Так он еще может, да. И она, получается, цикличность. Точно так же циклическая ошибка и в обществе. Ведь коллективное точно так же делает бульк и снова уходит на дно. Смотри, какой бульк идет сейчас. Явный такой, явный. Смотри, где-то с 30-е по 50-е годы, включая Великую Отечественную войну, если взять мировое сообщество, включая. Даже я последнее, когда увидела, что в Китае сейчас ковидные эти мероприятия, и там протесты эти, которые пошли, и там госпитали они строят на 80 тысяч человек, да. И я, когда это дело увидела, а ты возьми, а ты возьми прошлый век, когда в Китае проводились эксперименты по заражению СПИДом беременных женщин, там и так далее, и так далее. Эксперименты над людьми. Тогда одного типа были эксперименты, сейчас другого. Но суть не изменилась. Это циклическая ошибка. Точно так же, как и сама война. Точно так же, как и политическая обстановка тогда, сейчас. Как, как, как. Опять-таки, циклические ошибки бывают более быстрые и более медленные, более глобальные. Медленная циклическая, более быстрая циклическая ошибка. Граница. 91-й год. Граница. 2022-й год. Разницу видишь? Нет вообще. Ноль. Бульк и там же. Бульк и там же. Понимаешь, потому что копирование. Бульк болота. Болото. Это деградация. Вязкость. Да. Это деградация. Это деградация общества. Люди, они называют это кармой. Они называют это отработками. Они называют это родовыми. Какими-то наработками. И иногда гордятся вот этими обременениями родовыми. А на самом деле ты просто болото своего не осознаешь. Ты застрял в болоте и сидишь, булькаешь. Ты не двигаешься вперед в развитии. Ты остановился. Ты деградируешь. И очень иногда удивительно смотреть, когда вот особенно ты знал человека там как психолога, например, и видишь, как он забулькал. И ровненько вернулся туда же, где был. А прошли годы. А ничего не изменилось. Вообще ничего. Человек застрял. Застрял и булькает. И каждый раз он пытается ввести новые слова для увеличения продаж. Пытается схитрить самому себе, обмануть самого себя. Исказить что-то. Типа выкрутиться. И на этой лжи вязнет больше, больше и больше. И считает, что это незаметно. Ложь его не видна. Но видишь как, оно заметно. Даже смотри, как техника иногда помогает, когда там размытый ролик был. Да, да. Или там, я когда смотрю... Прямо очевидно подсказка. Подсказка, да. Нет человека, стираешь. Стираешь. Стирается личность. Личность стирается твоя. Даже в этом. А человек этого не замечает. И считает, что он булькает как-то. Он проявляет. Он особенный. А на самом деле свою уникальность сам не видит, не ценен. И ничего своего нету. Все, все чужое. Все уворованное. Потому что нет себя. Есть копирование. А у нас копируют что? Кто? Автоматы, машины, роботы. Да. Копирование. Ксерокс. Да, ксерокс. Нет себя, а есть, Наташа, зависимость от внешнего. А зависимость от внешнего на самом деле – это же ведь зависть. Зависть. А зависть, она атрофирует человека. Она приводит человека к деградации. А значит, этот человек, он будет ахаивать любого того, кому он завидует, от кого он зависит. Его внимание, на ком зависает. Он будет его ахаивать, потому что себе не позволяет. Вот к чему приводит это все зависание. Вот она материя. Тогда можно вернуться. Да, это основа материи. Тогда можно вернуться к библейским. Иисус Христос принес чистое знание. А что сделали его последователи? Исказили эти знания. Исказили, переврали, растолковали, переприсвоили и так далее. То же самое с Мухаммедом. Точно так же толкование Корана. Один в один. То есть дальше последователь, который сам не был в этих состояниях, сам не дошел до чистоты своей собственной, сам не смог из себя взять информацию, он просто перерабатывает чужое и врет. Он перерабатывает, пережевывает и врет, выкручивается, обманывает, искажает, потому что он не может этот материал... На эго и на уникальности. Так он не может этот материал подать в чистом виде. Он же его не взял у себя. Он его... Снаружи взял. Снаружи. Поэтому он не может не исказить. А потом на этом первоначальном уже искажении вырастает ложь. Там, где он не может объяснить, он там напридумывает чего-то. Там, где еще что-то, он там напридумывает. От ума. И вот оно, да, от ума и появляются вот эти искажения, в которых мы потом бултыхаемся, булькаем, как в болоте, вязнем. Ну, смотри, единственный путь даже... Вот ребята учатся у нас, да? Но ведь у них единственный путь, единственная истина внутри – это то, что у них внутри. Да. И даже когда... Иногда задают вопросы уже те, кто такие на продвинутых курсах идут, а как правильно, как неправильно. А как ты чувствуешь? А как ты, да, чувствуешь. Вот если у тебя есть твой мир, твое видение, твой отклик – это ты. А если ты ищешь снаружи подсказку, то тебя нет. Ведь все, о чем мы говорим, это все время мы говорим человеку к себе, к себе, к себе. От себя иди, от себя. Вот прямо это же суть. Вот эта чистота, эта искренность. Будь искренним в моменте. Ошибся, признай ошибку. Просто в моменте не выкручивайся, не лги, потому что любая ложь и выкручивание в моменте – это ты сам себя запутываешь. Да. Это ты сам себя уводишь от себя же дальше. Будь искренним в моменте. А смотри, парадокс, сколько наших курсов люди покупали в складчину, например. Да, да, да. И считали, ну, кто там узнает, там деньги экономятся и так далее. А суть-то в чем? А суть-то ты уже обманул сам себя. Ты же уже ложь внес, ты уже не искренний. Ты уже в искажении. Да, как уже тебе этот материал будет ложиться на твое искажение? Ну, все, это искажение, ты ушел. Это испорченный материал. Ты не воспользовался шансом. Нет искренности, нет благодарности на самом деле. Все, ты не воспользовался. Да. И смотришь, и кажется, мы же очевидные вещи говорим. А человеку, видишь, хочется. Ему хочется, хочется... Но при этом он себе не позволяет. Вся то, что ему недоступно, как он считает, да. Как он считает, он же не позволяет себя. А ведь даже не думает о том. А ведь это говорит лишь о том, что ты себя и принижаешь. Ты себя принижаешь, на себя жалеешь. На себя жалеешь. Отбиваешь деньги сразу и все. Мало того, это о чем? Олени. То есть ты себя сам заведомо обрезаешь крылья себе, не давая развиться для того, чтобы ты мог искренне получить, купить эти материалы, да. Взять их не уворовав, да. А взять открыто. То есть с достоинством. Я это могу. А ведь то, что ты заработал, это уже говорит о том, что ты вырос. Дело в том, что когда ты идешь вообще в открытую, с расправленными крыльями, оно даже по состоянию. Конечно. То ты можешь себе позволить все. Ты свободен, ты независим, ты в любви, ты в здравии. Да. Но это расправленные крылья полностью. А теперь смотри, когда человек, ой, я хочу, но я дотянусь, я позволю, я прыгну, я, я, я. Идет зажатие. И подсознание человека смотрит и говорит, тебе надо зажатие, значит, играем в зажатие. Тебе надо расправленные крылья, играем в расправленные крылья. Вопрос, ты выбери. Но ты будь свободен, да. И ум у человека уводит его в зажатие, в материю, конкретно в ложь, в материю, в игру. В игру, в игру, в игру. Человек вязнет в материи. И мы, вот смотри, последнее наше в глубине, когда мы раскапывали, как работают, особенно моменты, связанные с законом парадокса, материя очень четко захватывает сознание. Просто из нее вырваться поглощает сознание. Вырваться очень тяжело. Для этого надо очень высокая осознанность. Человек всегда будет ставить на первый план материю. Есть только один период в жизни, когда он не ставит материю на передний план. Все, все остальное он ставит. Он ставит материю, и он отталкивается от материи, и он вязнет в материи. И все люди, которые не исходят из материи, будут для него сумасшедшие. И при этом посмотри сейчас на материальный мир, на типа объективный мир. Ну, он в чистом виде сошел с ума. Причем он настолько разнообразно сошел с ума. Он искаженный, как кривые зеркала. Как кривые зеркала, полное разнообразие. Хочешь трэш китайский, получи китайский. Хочешь российский, получи российский. Хочешь американский, получи американский. Хочешь европейские украинцы сейчас очень хорошо снимают. Все это болото с искажениями половыми в Европе. Это вообще, ну это полный трэш. Вот ты смотришь, но ты постоянно ржешь. И это люди, вы здоровые на голову. А на сцене сейчас, а в шоу какой трэш? А в шоу? Да, трэш вообще трэшевский. Трэш, трэшевский, трэшавский. Вообще. Прямо голый король. Вообще. Ну, король-то и голый. В этом прямом смысле, точно. Уже в колготках-то. Точно. Настолько очевидно. Вот как мы когда-то и говорили, что будут вываливаться скелеты. Вот они прямо. Вот они со шкафов всыплются скелеты. Прямо валятся. Да, да, да. На лжи, на обмане валятся. Сыпется ложь, кстати. Да, осыпается как мусор. Мусор, который высохшая грязь. Такая. Да, скалашины стряхнуть. Да, да, да. И так, смотри, казалось бы, грязь скалашины стряхнуть. А стряхиваются кто? Величайшие артисты современности. Величайшие деятели современности. Они как грязь слетают. Слетают, потому что мусор в голове. Мусор. Человек себя полностью размазал по материи. Ничего больше нет в голове. То есть нет ничего, кроме материи. Нет ничего, кроме материи. Сознания нет. То оно уже покидает тело ввиду того, что это тело находится в полной деградации. Да, блин, вообще полная роль. И все, нет ничего. А ведь на самом деле сборка человека начинается с одного пункта. С одного. С возвращения ответственности за свою жизнь человеку. А по сути дела ответственность равна возвращению Бога в человека. Если человек берет на себя ответственность. Смотри, даже вот поэтапно, если брать, просто с нуля. Вот есть я, да. Я беру на себя ответственность за свою жизнь. Мне надо как-то существовать, да. Мне надо питаться, мне надо одеваться, мне надо деятельность какая-то, да. Значит, первое, если я беру на себя ответственность, я оформляю ИП для того, чтобы работать. Я индивидуальный предприниматель, я как физлицо работаю. Смотри, что в нашем обществе принято? Общество с ограниченной ответственностью. А подсознание как скажешь? Как скажешь. Ты вступаешь сразу в бизнес с ложью. Я не хочу брать ответственность за то, что я наворочу. Поэтому я сразу открываю ООО. И как только ты открываешь ООО, тебя сразу натягивает государство. По полной программе. Ты в ловушке. У тебя уже по-другому считаются налоги, у тебя уже по-другому считаются стоимость аренды, у тебя все по-другому считается. А это значит, ложь будет порождать ложь. И ложь порождает ложь. Ты солгал про ответственность, значит, тебя надо пасти, как барана, и ты уже в ловушку попал, и тебя надо таить, как овцу. Потому что ловушка – это уже и есть ложь. Да. Поэтому ты и попал в нее. И вот так шаг за шагом наворачивается ложь, 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 королевство кривых зеркал. Вообще вот смотришь на это. А на самом деле ИП. И восторгаешься. ИП. Именно ИП. Это есть нечто среднее при старых правилах, учитывая старые правила. То есть не конфликтно, плавный, не конфликтно, а именно плавно, в абсолютном, в абсолютном, в таком спокойном, бесконфликтном режиме. Возвращая ответственность за свою жизнь людям. Вот смотри, когда человек, например, ну вот предприятие не справляется, там нет у него загрузки, нет материалов, например. Сейчас Европа сильно ограничивает там поставки. И многим предприятиям очень тяжело приходится, на самом деле, с точки зрения выживания. Если его работники становятся ИП и отвечают сами за себя, то ему не надо предприятию содержать кучу голодных ртов, которые требуют дай. А сегодня на предприятиях лежит очень большая человеческая нагрузка про содержать рты, которые себя не окупают. Которые просто приходят на работу, садятся и ничего не делают. И за это требуют дай. Вот эта материя засасывает, и это все на ответственности. Надо вернуть ответственность за свою жизнь самому человеку. Точно так же на дорогах. Я на днях увидела ролик в ТикТоке, как женщина выступает. Вот вы водители, все такие сякиния, а на самом деле пешеход всегда прав. Вот вы сбиваете пешехода, вы будете сидеть в тюрьме. Мы платим болью, а вы платите своей жизнью за это. Когда говорят, когда женщины, то это вообще... Я когда смотрю, понимаю, тупая, блин. Ты отдаешь... Когда женщина тупая, это очень страшно на самом деле. Ты отдаешь свою жизнь, ты рискуешь свою жизнь ради своей жизни. Ради чего? Зачем? Ради того, чтобы водитель сидел в тюрьме или за то, что он тебе заплатит, как владелец транспортного средства, повышенной опасности? Ты вообще умеешь думать? Ты продаешь свою жизнь, ты продаешь свое здоровье. За сиюминутная вот эта продажа, вместо того, чтобы просто тупо посмотри налево, посмотри направо. И перейди дорогу тогда, когда... Все должны. А тут все должны, работает программа. Нет ответственности. На пешеходе нет ответственности. На предприятии ложится ответственность, вместо того, чтобы вернуть ответственность на человека. Опять-таки, если мы возьмем статистику несчастных случаев на предприятиях и так далее, человек влазит, получает травму, за него сидит мастер, за него сидит директор, за него... Хотя при этом он подписал кучу инструктажей. И вот если ты возьмешь на каждом моменте, ты понимаешь, что вот если он тупой баран, и ты ему не вернешь ответственность, то ты будешь садить умных людей в тюрьму. С одной стороны, да. С одной стороны, как бы, я хочу, чтобы от меня зависели для того, чтобы я управлял, да. А с другой стороны, это же стадо баранов, оно деградирует. Оно деградирует, и оно съедает тебя же. Тупеет, а значит, что оно развернется и съест тебя же. То есть уничтожит твое предприятие. Смотри, ведь на самом деле люди так и говорят, мне надо идти на государственную работу. Чтобы не работать. Чтобы... Ну, это так мне они говорят. Они говорят, ну, это... Они говорят, у меня будет пенсия, у меня будут больничные оплачиваемые. У меня будет, если какое-то происшествие, мне будет оплата, страховки. Так, знаешь, зачем они идут? Вот за этим. То есть ответственность на предприятие, на государственное. А ты мне дай. А я баран, да. И ты мне давай, а я не буду думать, что делать. Я вообще ничего не буду делать. Да, так и ничего не делает. И так он ничего не делает, и еще сам себя вваливает в какие-нибудь проблемы, чтобы ему заплатили. И болеет. Тоже, чтобы заплатить. А больничные? Вот смотри, я несколько раз сталкивалась, вот когда медкомиссию проходим с ребенком, там же каждый год надо взять справку. И попасть к врачу достаточно сложно. И везде записи и так далее. Но иногда приходишь и так смотришь на людей, переговариваешься, с врачами иногда общаешься. А кто берет больничные листы? Только мамы с госпредприятий. Надо посидеть дома две недельки. 100% оплачивается госпредприятием больничной на ребенка. Все. Госпредприятие сидит. Я не видела ни одной мамы ИПшницы, чтобы она сидела на больничном листе с ребенком. Ни одной мамы ИПшницы. Потому что у ИП, во-первых, там практически ничего не оплачивается, там копейки приходят. А во-вторых, человек даже не думает про эти копейки. Он думает в это время, как ему заработать, как ему двигаться, как ему интерес к делу своему и так далее. То есть он живет в своем деле, и он из этого дела вываливаться не хочет. Вообще не хочет. И даже если ребенок заболевает, то он выстраивает свое дело так, что я и работаю, и ребенка смотрю, и дома где-то перебьюсь, и где-то как-то. И по итогу ребенок меньше болеет. И ребенок меньше болеет. И по итогу получается, что вот это возвращение ответственности самому человеку за свою жизнь и свое здоровье служит и здоровью детей, и здоровью общества, и экономике, и всему. Но тогда, смотри, тогда нет где разгуляться эго. И тогда нет копирования, тогда нет воровства. Тогда нет копирования. Тогда человек должен развиваться в своем интересе сам. Тогда начинает проявляться рост, развитие. Развитие. Расцвет начинает проявляться. Но тогда как же? Тогда теряется управление, теряется власть. А вот это уже очень сложно принять эго. Теряется ли это? Это же иллюзорная потеря на самом деле. А по факту, чем более развитая страна, чем более развитое производство, чем более развитый бизнес, тем более развит хозяин. Да. А теперь берем по образу и подобию родителей с ребенком. Ведь то же самое. Один в один. Один в один. Если ты своего ребенка делаешь зависимым от себя, то он деградирует. Да. А если ты ребенка вообще игнорируешь, он тоже, он уходит в свои... Ну, то есть ты его не контролируешь, а ты, значит, его будут растить кто-то. То есть, значит, он попадет неизвестно куда. Ну, Маугли пусть будет называть. А теперь смотри. Для того, чтобы твой ребенок рос развитым, да, свободным, значит, каким родитель должен быть? Авторитарным? Развитым, свободным. Вот. На равных с ребенком. Только в любви на равных. Друзья. Да. Вот друзья на равных, когда ты своего ребенка воспринимаешь другом своим, где вы можете, ты можешь поделиться своим опытом, да, а ребенок может поделиться вот этой свежестью, интересом новым, внести. И это общение необычайно. И вот от этого... Что для этого надо, чтобы родитель был развитым, да? И ведь от этого и друзья, и семья другая, и растут люди совершенно другие, и... Ну, это счастье, это свобода, это счастье. И теперь перекладываем на все, что угодно. Вот это по образу и подобию. И просто очевидно становится. Очевидно. Вот когда берешь ребенка и родителя, да, раскладываешь, и потом на любую ситуацию ложишь, ты увидишь очевидное. Ну, в принципе, вот по образу и подобию всегда, всегда... Смотри, на самом деле, вот образ подобия, да, ребенка и взрослого. Ведь на самом деле можно положить как на тело, как на уровень Земли, да, планетарного масштаба. Везде ты найдешь... Казалось бы, как это по образу и подобию? А вот так вот, как мы сейчас показали. По образу и подобию ты всегда можешь прочитать книгу. Ну, образно книгу. Найти ответ. Да. Найти ответ. Ну, видишь, для этого надо, чтобы человек был развивающейся субстанцией, а не деградирующей, свободной, а не в страхе, свободной и стремящейся к развитию, а не увязающей в болоте собственной лжи. Есть одна причина, одна причина во всех болезнях, один корень во всех болезнях. Это ложь самому себе. В момент, когда человек лжет самому себе, он четко может чувствовать, как сжимается его тело в какой-то части. А до момента сжатия, когда сработала какая-то часть его тела, у него срабатывает печень. Ровно с правой стороны, потом фух, и по телу у него есть четко, куда он лупит кувалдой сам себя. И ведь в какой-то момент долупится, что этот орган он и пробьет. Так рождается болезнь. То есть именно ложь самому себе. Но человек тысячи раз наступает на одни и те же грабли. Тысячи раз проявляет одни и те же поведенческие реакции. Тысячи раз. Казалось бы, тело невероятную защиту умеет. Оно настолько стрессоустойчивое. Но при этом человек на лжи умудряется пробить любую броню тела, нанося себе кувалдой удары. И кувалда – это ложь самому себе. Ему кажется, что он умный. Он здесь хитрил, он здесь обманул, он здесь приворовал. А на самом деле твои ложи убил природный иммунитет. Да. И вырубил полностью. И безответственность в этом просто помощь в формировании кувалды. Потому что именно на безответственности процветает ложь. Потому что в тот момент, когда человек делает шаг под машину, когда он делает шаг в травму, когда он делает шаг в больничный, когда он делает шаг в воровство, в обман, куда угодно, он делает шаг, и он знает, и его подсознание знает. Ты, дорогой, сейчас врешь. Ты врешь сам себе. Ты был безответственен в этот момент. Тебя не было. На самом деле, тебя не было. Никого не было дома. Нет дома. Твоя машина ехала пустой. Твоё тело было пустым. Поэтому ты везде. Везде должны тебе. Вот ты во всех этих зеркалах. А здесь тебя нет. А здесь тебя нет. И если тебя нет, то, соответственно, ты и нарушаешь правила. Ты не отвечаешь за себя. И ты должен нести ответственность за то, что ты делаешь. Только не ты. Да. Все плохие. Все плохие, да. Все обвиняют меня. Все винят. Да. Все должны мне. Все плохие, а я хорошая. А тебя нет. И даже состояние, если почувствовать. Как чувствуется состояние, когда мне все должны? Это состояние счастья. Тотальное. Какое, да. Ого. Влюбленность. Мне все должны. Тихо. Нет. Мне все должны. Это ты ниже плинтуса. Да. Это сразу чувствуется вот так. Твой пустой дом заполняет чужое сознание. И ты играешь по его правилам. А когда ты в счастье, когда ты свободен, ответственность весят, то ты плинт, как лампочка. Да, да, да. Лампочка начинается с ответственности. И здоровье начинается с ответственности. А ты представь, как надо изменить менталитет социума. Это вообще невероятно. И смотри, ведь это возможно только убрав религию. Полностью убрав. Полностью убрав. Для того, чтобы ее убрать, надо осознать суть. Суть. Суть – это и есть ответственность на самом деле. Взять, вернуть Бога в себя. И осознать суть себя ответственного за свою жизнь. Что тебе не надо, чтобы за тебя отвечал Бог, который где-то там. Мало того, через посредников. То есть тебе не нужен посредник. Вообще. Ты сам с собой всегда можешь открыто, искренне поговорить. Да. Вот суть. Осознав суть. Потому что человек боится убрать посредника, религию. Потому что страх мешает ему. Он привык быть слабым. Именно вот этот вынос Бога из себя и помещение между собой, между я и не я, между самим собой посредника. Саринку. Саринку. Вот это. Оно и вносит искажение, которое в дальнейшем оплачивается болезнями, оплачивается несчастными случаями, оплачивается экономикой, падением, войнами и так далее. Вот они. Игры. Вот эта соринка, она внесла 11 библейских игр. Вот. Один посредник. Пум. И перепрограммировал я и не я. И все общество валит и не задумывается на эту тему. Вообще никогда не задумывается. И ты понимаешь, что на самом деле у руля религии стоят зачастую очень умные люди. Не знаю, как мудрые, но умные точно. И образованные точно. И теперь смотри, неужели они вот до этого не догадываются? Не доходили своим умом. Я думаю, что доходили. А что мешает человеку... Ты думаешь. А что мешает человеку вот это осознать и изменить? А знаешь что? Корысть. Бабки. Да. А поэтому я и хотела сказать, что они не доходят. Вот даже на самом деле. Они просто ржут от того, что находясь там, они понимают, что им нужно кроме денег больше ничего не надо. И на самом деле суть они не знают. Ее не осознают. Ну, может быть, где-то те только, которые владеют эти книгами, которых нет. Ну, единицы только. К доступу к книгам. К доступу к знаниям. Это единственное, что где? Может еще. А здесь нет. Здесь только делешь денег. Все. Больше ничего. И ржака надо. Что хотела сказать. Ну, кстати, ржака. Вот смотри. Если ты видишь в отражении барана, то ты в стадии центральной. Как устроена симуляция? Человек ржет над стадом, а на самом деле симуляция стада ржет над самим собой. Потому что это все ты. Ты в разных зеркалах. И если ты хочешь отражаться Богом, то попробуй увидеть в стадии богов. Попробуй. Иисус Христос смог это увидеть. На самом деле сложная задача. И если ты видишь в каждом отражении Бога, то тогда ты Бог. Но какая-то невероятная работа над собой. Что-то хотела бы сказать. Что-то я хотела бы сказать. И при этом это не отменяет механизма копирования. Но лишь остановка копирования, остановка воровства приводит к осознанному созданию. Но опять-таки момент управления состоянием сознания. Смотри, мы говорим управление состоянием сознания, а человек вообще даже не может собрать мозг в пучок и сказать, а что такое состояние сознания? В каком состоянии сознания я пребываю? Потому что он находится все время в автоматизме. Он как белка в колесе бежит. В зависимости. Бежит, бежит, бежит. Находится в зависимости. Да, я вспомнила, что я хотела сказать. Это уже тема прошла. Это про то, как с религией. Как человеку страшно лишиться религии. А ко мне приходила уборка, генеральную делали. И тема там такая зашла и коснулись религии. Когда я сказала несколько слов синфодавинга, такое молчание было. И я поворачиваю, страшно. Ну да. я поняла. Не готова. И все. Да. Страшно. Страшно даже подумать, что ты не будешь делать ритуалы и не будешь красить яйца. Понимаешь, страшно. Страшно даже еще другое. О чем она говорит? Это, знаешь, как Бог же покарает. И человек сам себя горает и не понимает этого. А вы не скаратели из себя, блин. да. И точно так же, как да. Ты знаешь, я сейчас очень часто понимаю и Гоголя, и как многие произведения рождались. Человек видел вот этот трэш, если он просто был в позиции наблюдателя. Для этого далеко не надо куда-то ходить. Надо сказать себе стоп, вот зависнуть на мгновение, да, остановиться в этом потоке бега, как белка в колесе. остановиться и сказать стоп, посмотри внимательно. Посмотри внимательно со стороны. И ты смотришь со стороны и просто охреневаешь. Тогда будут не только вечера на охоте везде какие-то писаны. Да, на самом деле. Ты просто видишь весь этот трэш со стороны. И это на самом деле смешно. Смешно это, ты знаешь, вот даже еще в самой-самой первой книге «Управление восприятием» я когда-то написала «Представьте, инопланетянин прилетел к нам на Землю». И он считает, что это очень мирная там цивилизация. В белой. А может и в белой повторяйте. Это наш уже. Вот. Это уже наш. Это цивилизация. В управлении восприятием тоже, по-моему, было. Ну, да. Вот он входит в храм и в храме что он видит? Вот он видит очень миролюбивую цивилизацию, которая убила соплеменника, распяла на кресте. А других соплеменников по частям продает мощи. И он видит, как как, 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 как. Вот просто любой человек может представить себя инопланетянином, который попал и пройти по инопланетянику хотя бы хотя бы по заведениям, содержащим купол. Чур-чур-чур-чур полечу-ка я. Заведение, содержащий купол, содержащий купол, во всяком случае всего два. Это цирк и церковь. И сравнить. Все. Для умного человека больше говорить ничего не надо. Больше ничего не надо. для разумного. Умного это просто зависнуть и вот с позиции инопланетянина побыть там и побыть там. Все. Больше слов не надо. Ничего не надо. Все. Все очевидно. Все настолько очевидно, что, блин, и только инфодайинг об этом говорит честно и прямо. Потому что это искажение, оно глобально сказывается на развитии сознания общества. А я очень хочу, чтобы Беларусь была землей богов. Отсюда старт земли богов. Отсюда старт другой цивилизации. Здесь родник бьет ключом. Это земля родников. И здесь родник сознания. А родник сознания, кстати, к родниковой воде очень сильно привязан. Только другой уровень, другой татраэдр. Здесь то место, откуда могло быть запущено чистое сознание. И только отсюда это чистое сознание, эта родниковая вода может, именно может начать очищать все. Земной шар, да. Но это совсем другое восприятие. Это другие люди, это другой уровень цивилизации, другой уровень развития сознания людей. И он начнется и с образования в школах, и так далее, и так далее, и так далее. Со всего. Медицина другая, все другое. Все другое, когда человек возвращает соответственность за свою жизнь и человек возвращается к искренности, к чистоте, убирает ложь. Убирает ложь самому себе, за этим следует зачистка лени, пошло и пошло и пошло возвращение к первоистокам. А первоистоки это не какие-то первоистоки, где ты сидишь над Библией и пытаешься прочесть ее с позиции вынесенного Бога. Ты прочти ее с позиции «Я есть Бог». Она заиграет другими красками, даже переворная. Другую грань возьми. Да, другую грань возьми. И тогда все по-другому. Полностью мир другой. Ведь хочется отражаться в Богах. Не копируй. А попробуй, измени, попробуй стать искренним и настоящим. Все. Здесь сокрыто здоровье, долголетие, здесь все сокрыто. Полностью все. Перестань, казалось бы, включить, выключи автомат в себе. Просто для этого остановись и оглянись. Просто замри и оглянись. Проснись. Проснись. Всего лишь выключи автомат и стань человеком. Ведь только автоматы бесчувственны. А только человек он чувствует. Выключи копировальный станок. Да, выключи копировальный станок, просто перестань тупо выполнять программы. Да. Стань самостоятельной, ответственной единицей, которая умеет любить, благодарить, чувствовать, быть счастливой и свободной. И все. И все, больше ничего не надо. Но для этого надо выключить копировальный станок. А для этого надо, чтобы человек, ведь копировальный станок, это что это? Бульк и вернулся назад. Бульк и вернулся назад. И болото булька. Опять-таки зависть. Зависимость. Зависание. Да, зависание. А смотри, какая Беларусь интересная. Здесь страна болот. Здесь этих бульков знаешь сколько? Точно. И в то же самое время страна родников. Выслать, входишь в воду, да, у тебя под ногами родники бьют. Да. Страна чистой кристальной воды. И ты выбери, будешь ты в болоте или будешь ты в кристальной чистой воде. Люди на болоте. Каждый определяет сам, где он будет. Будет он булькать или он будет кристально чистой водой. Я сказала и вдруг зависла. Смотри, какое искажение носа. Ой, надо это проверить. Люди на болоте. Смотри, болото булькают. И при этом, что говорят, болото это легкие Европы. Ой, что-то у меня сейчас, похоже, нестыковочка происходит. Ой, что-то у меня есть. Я чувствую, что это тема тем. Для Европы это, может быть, и легкие. С другой стороны, туда. Ой, что-то у меня прямо вот внезапно. Это искажение, Наташа, стопроцентное. Ну, Европа это отдельная большая тема. Ой, это да. Тут и без легких тема. Европа все. Там надо срочно, срочно людям всем останавливаться, просыпаться. Срочно. В противном случае там цивилизация закончится. Иначе там просто переворот такой. И ты знаешь, я когда каждый раз въезжаю в Беларусь, я просто до этого очень много слышала, что там в Европе хорошие дороги, в Европе там суперкрутая экономика и так далее. Но в самом деле там красиво. Там красиво, ничего не скажешь. Но вот даже по сравнению с той же самой Польшей, последний раз ехали. По Польше ты едешь 50-70 километров в час. Висишь, как правило, на какой-нибудь форе. Обогнать невозможно, потому что дороги узкие. И потому что поток фор идет. Экономика работает. Это показатель того, что экономика работает. И вот 50-70 километров в час. На электромобиле, кстати, расход батареи вырастает до 600 километров пробег. То есть можно спокойно и заряжаться. Очень даже экономичный режим. Но при этом ты ждешь, когда ты пересечешь границу с Беларусью. Потому что как только ты пересек, сперва ты пошел в соточку, потом в 130, и ты дома моментально. И причем у нас везде камеры. Не то, чтобы прятались по кустам эти вот гаишники. Я уже забыла, как они по кустам прячутся. А там они каждые 50 километров ты стабильно видишь прячущихся этих полицейских. И ты знаешь, мне это очень сильно напомнило 90-е годы у нас. А получается, сюда ты приезжаешь, ты попадаешь в более продвинутые условия. Особенно с точки зрения дорог, транспорта, работы. Я бы сказала, что здесь более природные условия. Здесь более природные, более продвинутые, более естественные. И я жду пересечения границы. Но понимаю, блин, пока я проеду Соловья-Разбойника. Это отдельная тема для подкаста. При этом каждый раз смотришь на работу, смотришь с позиции наблюдения, каждый раз ржешь и понимаешь, это все надо менять, надо. Люди, это все о деградации. Пора развиваться, пора просыпаться, пора вспоминать, что мы боги. Пора убирать, вот все ложевые моменты пора убирать, чтобы действительно мы развивались. И Беларусь развивалась. То есть все это от нас. Все от нас зависит. Только от нас. Когда мы станем людьми, человеками, а не автоматами копировальными, оно поменяется, все человечным станет. А пока мы копируем автоматически программы, не думающие вообще, не включая человечность, все, мы деградируем. Да. Но все идет, все, абсолютно все от женщины идет. Насколько женщина важна и ценна, и я понимаю, почему религия ее просто задвинула куда-то в норку подальше. Именно женщина, если женщина деградирующая, то есть неразвивающая, сидящая, забитая, тихонько, то именно она будет растить деградантов, искаженных. Да, именно она тогда будет делегировать все недоразвитым мужчинам и сама же делать мужчин недоразвитым. Да. Она просто не может, не может другого им дать. Уходя на второй план, задвигаясь, а особенно если еще ум этот мужчина начинает ее давить, то есть вообще ее задавливает, то это просто женщина, она либо как оголенный нерв, либо как тротиловая бомба, это ли как они там, да, либо, я не знаю вообще, то есть она, это же, это материя разрушающая. Женщина, мать, разрушающая материя, то есть материя, которая, которая разрушается, которая самоуничтожается. Самоуничтожается, да. Самое страшное. Согласна здесь полностью. И смотри, как интересно, противоречие какое в том же исламе и в той же кабале. Я удивлена была. В исламе мужчина приводит женщину к Богу, да, а та же самая кабала говорит, а нифига, мужчина не целостная единица, целостная единица, женщина, а без женщины мужчина не может прийти к Богу. То есть в кабале в этом плане убрано искажение. Но это так отдельно. Кстати, не так давно над своим мужем была, пошутила, что-то там, где-то мы были, и на тему мужа и жены наших отношений там вопрос был задан. И я прямо сказала, говорю, я самый, я для своего мужа тот счастливый лотерейный билет, который он вытянул в этой жизни. Точно так же я своего мужа говорю. Это абсолютно точно. Я всегда говорила, это твое счастье, что я у тебя есть. Главное, чтобы они это осознавали. Да, пофиг на самом деле. Это их уже проблемы. Это их проблемы. Это не наши. На лотерейном билете это никак не отражается. Не отражается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова